Собрались. В этот раз Хэппи забанил злощадственный Тиренос. Может он, кстати, в арденку и боялся там. На ней. Блин, я волнуюсь. От челленджа отказались. Никаких изи. Просто поехали, вжухаем. Давайте. Проигрывать нельзя, уже шансов второго не будет. Кто проигрывает, тот вылетает с турнира сразу же. Но все еще есть шансы на выход из группы, на выход в плей-офф, который уже будет завтра, и в один день он просто пройдет. Интересно. Мне кажется, комментаторы за Хэппи, ну конечно, учитывая то, что, опять же, азиатская сцена, очень высокая конкуренция, Китай, Корея, видеть человека, который представляет другой регион. Они же за фоги топили, исходя из этой же логики, потому что, ну, смотреть азиатов можно, конечно, но хочется, чтобы хотя бы кто-то представлял достойно. Европейский, неважно, то есть, не азиатский регион, так скажем. За Хантера и Оса они не топили? Ну, они там вообще... Ну, Хантеру они, на самом деле, подбадривали, но в Оса не верили. Ну, и в Хантера, наверное, тоже в перспективе не верили, потому что они все-таки послабеем. Неплохо, один из наших Акалитов сейчас, Виспа, футболит. Так, подходит, будет пытаться. Так, кипер добивает. Когти выпадают. Что за... Что за... Уезжал, козел. Пытается бежать ДК, избежать контакта с козлом, проверяет заодно еще зеленую точку слева. Так, смотрим от лица Хэппи. У нас есть возможность за такими моментами смотреть почти каждый день. Класс. Вижу энтов. Экспанд нашел. Второй барак, экспанд. Экспанд. Грамотно. Место нестандартное. Надо постараться, чтобы найти это дерево. И Гули выбегает. Он разминулся с Гулями. Начало хорошее. Арче пробегает. Неужели будет тратить время император на... Блин. Может быть, это и ошибка. Да. Слишком много энтов. Блин. Да, и лечение... Нет, это отменит, конечно, отменит. Кла грамотно распределяет урон. Одну лечит. Гулька не уходит, к сожалению. Еще один Койл. Хорошо. Там пока нет прикопки, поэтому... Поэтому нормально. Акалит работает? Как может? Нет. Да. Да. Не доконтролил Козла Лалайет. Мог еще одну гульку подрезать. Дикей. А Калит молодец, тем не менее. Я не знаю, кто конкретно это был из наших, но он прям сделал грамотную разведку и доложил императору, и, соответственно, экспант неверных был повержен. Пытался сейчас выманить нейтралов на Арчей. Лич. А где, где, где финт, 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 заказанный? Фаста-3 или что это? Персональный телепорт. Кстати, скелет развалился от старости, а не из-за того, что его убили, так что нормально. Это два позднее у Эльфа. Ну, это понятно, что была попытка поставить эксп. Приходит очень по-хорошему таймингу ДК. Можно? Нет, не ведется. Блин, как же четко играет. О! Ну, блин, можно было. Арча прячется, просветки нет, скелеты вызываются, начинает работать император по Арчам. Новая Арча... Это ошибка от Лалайта. Не надо, не надо, не надо, отходи ДК. Минус еще одна Арча. Хорошо. Алхимик идет... Убийц-мастер? Что, наркоман, что ли? В каком? Придется телепорт делать. Нет! Он специально отдает ему. Так. Подрезал еще Арчу. Это определенно была отдача первого ДК. А вот Лич может не уйти. Давай, Личовка, пари, пари, пари. Висп еще, ненавижу тебя. Ах ты... Ааа, хрен тебе! Куда ты побежал? Персональный телепорт, Налича. Да лаааадно! Да, он отменяет, отменяет экспант. Да, и... Отменит, отменит. Император прекрасен. Да, тут больше урона наносит 4 скайта, чем 2 героя. Койл. Отмена экспанда. Аккуратненько. Койла больше нет. Надо еще отсюда уйти. Может, с разной персоналки там... О, еще можно отменить! Да ладно! Да ладно! Можно отменить еще разок! А-ха-ха! Нет! Да! Нет! Да! Да! Блин, там Лич, 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 Лич играет. Не, не добил. Но какой же он красавчик, а! И он пропил большой бутылек маны. И при этом не поймал Лича. Офигеть! Как ему это удается? Да, выходит, выходит первые гипосы. Как же он контролит дико? Прикопка. Пытается убежать. Не факт, что убежит. Да. Кажется... Блок, блок, блок. Да, придется. Не-не-не, убегает. Последняя прикопка! Ах ты, тварь. Не надо. Почему отдает? А сейчас-то зачем отдавать? Опасный момент. Блин, как же хладнокровный император-то отдает. Страшно. Три-два на один-один по героям. Конечно, харасс прекрасный. Мы нычку отменили дважды, но... Ну, блин. Разница по героям, конечно, колоссальная. На такие ухищения приходится идти, чтобы отложить появление этой базы. Блин, какие барабаны хорошие выпали. Да, я не понимаю, зачем бист был взят. То есть он... Лечения не будет, соответственно, алхимиковского. А седочки тоже не будет. Еще и барабаны. Да-да-да, согласен. Ой, там большой камень маны. Говоря о лаке. Нормальный. У нас тоже выпал отличный артефакт. Чуть арчу не потерял на криппинге. Пошли харасить гиппесы. А хэппи с тайминговым пушем идет. 42 лимита. Арчу можно подрезать па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. О-о-о-о, не получится у тебя. Ой, не получится. Ой, не получится. Это минус-эксп тебе. Съедим, съедим. Так. Да, ничего не подобывал. Потерял еще трех виспов. Ай, да, император. Не хочется перехваливать раны, перехваливаем. Телепорт пошел, хорошо. Бисмастера можно подрезать. Ну, минус, минус ТП. Минус бисмастер просто, минус бисмастер. А, это фейк был, это был фейк. А, бисмастера можно попробовать. Койл нова, койл нова. Ой, козло убивает! Что? У него был ТП! Нано! И лалай такой вздыхает и ругается на корецком. Ну, ёпресс, это нано. Сейчас еще нова. Минус третий бис. Ес! Да ежешь! Грубая ошибка от лалайта. Грубая! Да ежешь! Гэ-гэ! Ууу! Ууу! Просто морально задавил. Ядрить. Как? Как? И он дважды ДК отдавал. Дважды! Хладнокровно, не отдавая ТП, отдавал ДК. Какой ты ненормальный, вообще! Нет, ты обычный, скучный. А император хорош. Но это так важно. Это так важно. Ты не можешь позволить 1 ДК плюс, может быть, лидж, плюс скелеты, для твоей экспансии. Ты должен быть виспы там. Найдлопс, продолжай забыть об этом. Почему? Эльф халявит, все у него лучше, у него кипер, там все. Каждый раз угрожает герою, ставит экспанты, там ухищрениями, просто оббеганиями, кое-как там делаешь разведку в хитром месте, выводишь там гулей, там все лечишь, отступаешь, убегаешь. Потом двумя героями с четырьмя скелетами, тоже обходными путями, там тык-тык-тык, пытаешься, ох. Ненавижу ушастых. Просто большинство людей так или иначе бы прожало БТП, либо в первом, либо в втором варианте, если бы оказались в такой ситуации. Ну, то есть, это логично, как бы главный герой уже середины игры, да, он первого уровня, но, ну, ну, как так-то? Он просто берет и кормит. Да, я понимаю, что он ДК отдает без маны. Просто, когда ты в результате видишь героев, там, 3-2 у эльфа и 1-1 у андеда, ну, вот. Почему был взят бист? Нет. Ну, то есть, бистмастер помогает, как сам онер, до Дестроева особенно хорошо. То есть, он, он дает тебе дополнительный дамаг, свиньи, все дела. Вот. Может быть, он ошибся, потому что торопился, потому что он брал второго героя, когда у него сражение было. И хоть KSX рядышком находится, как кто-то написал в чатике, возможно, он перепутал просто. Так что... Бистмастер вообще никакого влияния на игру не оказал. Никакого. Может, заготовочка. Так в том-то и дело, что заготовочка с героем, которого уже вдоль и поперек поизучали, это, это крайне странно. Хэппи опять не крепился, да? Ну, кроме желтой точки, когда. Когда вынужденно Лич ждал, там, Деку, и надо было что-то полезное поделать. Начало лета камбэка, друзья. Справиться с Ла Лайтом вполне по силам. Особенно после такого ГГ. То есть Ла Лайт просто выдохнул там, и... Он мог теоретически доигрывать, мог пытаться там дальше, потому что, ну, гиппосы есть, герои у него все равно лучше. Все равно лучше у него герои были. У него 3-3 было в конце. Да, он подкормил, конечно, хэппевских героев. Там хэппи уже догонял. Ну, попытаться снова поставить базу. То есть у него реально было, не знаю, там, процентов 10-20. Ну, какие-то шансы более-менее реальные были, но он не стал доигрывать. Такое бывает тогда, когда ты... Вот так вот руки опускаешь, и все, блин, ну, все плохо. Хочешь отказаться вообще вот от этой... Забыть эту игру как страшный сон и перейти к следующей. Морально это, безусловно, победа Императора. Я надеюсь, что Лалайя сейчас просто не сможет собраться, поплывет, и Император свой возьмет. Вжухаем за Императора, друзья, вжухаем. Как же он контролит? А как... Помните, как он лечом там на грани просто подходил для того, чтобы хоть какой-то еще... Он мог третий раз экспонт отменить. Да, вжухи там, в чатах, господи. Только, пожалуйста, не больше одного вжуха от человека. Не спамьте смайлы, это правилами запрещено. От каждого, кто там умники находится, который... Снова козел. Сглотл он лалает. Думай. Император. Выходит висп под базу. Акалит рядышком. Ах, успевает. Барак проатаковать. Хотел подблочить еще Арчу. Начинает бить Арчу. Акалиты работают. Сеточка пошла, но это не столь критично. Акалит все-таки убегает вовремя. Будет ли он возвращаться для того, чтобы попытаться добивать, но у него совсем со здоровьем плохо. Старенький Акалит. Блин, опять мана. Кипер второе с большой бутылкой. Да, я выксал, я согласен. То есть это... Опа! Делается дерево прямо перед Акалитом и перед овцой, что самое главное. Да, и вызвать скелетов. Надо только успеть эти два удара нанести. Нет, нет. Акалит чудом убегает, но ненадолго. Хотел на корабле уплыть, но не взяли. Приходят два... Опять виспов нет у Лалайты. И слава богу! Какой же он молодец! Хэппи, да, старается. Удар по одному, удар по второму. Койл, замах, фейк. Как же хорош. Немножечко да, но не успел добить. Не успел. Да, но двумя там уже нельзя было скелетами. Либо два койл ты тратишь и рассчитываешь на то, что Лалайты не успеют третьего виспов подвести. Да не можем мы сейчас его отменить, как в прошлой игре, к сожалению, потому что уже второй кипер. И прогресс нычки такой. Здесь с экспандом, боюсь, сейчас ничего не сделать. Вызывает новых скелетов. Хэппич управляет одного вниз. Такое хоро, слышь, разведка продолжается, но очень легенький от императора. Пытается выбить артефакт. Теряет, к сожалению, скелета на последнем выстреле арчи. Как Лайтинг Щилд, не особо нужный. Да, к сожалению, нам здесь с вами с вражеской базой ничего не сделать. Она уже достроилась. Можем, конечно, попробовать немножко замедлить Харасом во время... Во время гиппосов, блин, во время криппинга. Там энты, там прикопка. Опасно, может, даже не будет пытаться, да. Хэппич крипит желтую точку свою. Под богом... Под богом... Под боком ради второго уровня. И у Ла-Ла это просто... Великолепное начало. Великолепное начало. Ивэйджин не такой полезный артефакт. Наверное, все, что угодно было бы полезнее бы козлу из того, что может выпасть. Потому что Ивэйджин тебя от Койла Нового не спасает. Амулет в этом плане получше жизни. Амулет Маны по понятным причинам лучше. Сапоги уже не падают. И остается там только что. Какое-нибудь кольцо регенерации жизни. Которое тоже, наверное, было бы лучше козлу, чем... Чим Эвэйджин. Опять же, исходя из логики, что оно более универсальное и... Ну, работает чаще. Разведка хорошая, да. Выходит лечевка. Я начинаю говорить тише, потому что... Потому что не хочу мешать происходящему. Появляется Алхимик. О, начинается криппинг, осидочка, прикопка. Блин, Эвэйджин пропускает. Пропускает. Труша Таура. Очень лучший девайс. Лучший артефакт, который мог выпасть из этой точки. К сожалению. Зачем? Зачем? Зачем нова? Регина хорошо. Да, у него половина хп. ДК тоже постоянно терпит. И два Древа Ветров. Опять же, в этот раз Ла-Лайту Хэппи вообще никак не помешал. К сожалению. Вообще никак. И криппится прекрасно. И экспант поставил замечательно. Хараса не было никакого почти. Все, в руках у Ла-Ла это. Крипджек. Можно парочку арчи попробовать подрезать. Козел битый. Смотрит, можно кого-либо... Так он может Алхимика подрезать? Нет, минус... Минус одна арча. Просто осидка. Бьют ДК. ДК не хочет тратить пока бутылку маны. Минус две арчи уже. Лич терпит. Кстати, да, Койл пошел. Да, согласен тоже. Скелеты хорошо занесли дамага в кипера. И можно добить даже троллей. Неплохая встреча, учитывая то, что ты поймал человека двумя героями. У него было два героя и полдюжины арчей. Пуш с... Френзи. Френзи после патча... Не 25, а 35. Скорость атаки добавляет Гулян. И они начинают быть сильнее, чем обычные футмены. Процентов на 5. Так, ману мы прожрали у кипера. Это, конечно, возможно ошибка для Ла Ла. И хорошо. 47, тем не менее, лимит на 37. Ситуация по лимиту удручает. Третий левел ДК. Хорошо. Что там здесь... Что нам здесь пригодится? Реплешмент какой-нибудь? Нет, иллюзии. Может быть, кстати, иллюзии тоже зайдут. Так. Прикапывают лича. Не знаю, зачем он потратил эти 75 маны. Выкупает свиток, выкупает инвул, и тайминговый пуш идет от хэппича. Сеточка. Да, это похоже на лын. Иллюзии на финдов. Отменяется что? Барак. Хорошо. Не отменил, не отменил, не отменил. Хорошо. Сигнал отличный. И экспу дали, и... Боится пока лалает, его мало. Он не знает, какой из финдов настоящий, какой нет. Гульки грызут. Лич пулеметит виспов. Одного убил, второго сейчас только переключился на третьего. Так мы просто отдаем базу. Да? Да, мы отдаем базу. Нова, 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 Нова. Добиваю, телепортируйся. Иллюзия. Иллюзия, оситка в иллюзию. Прикопка и оситка в иллюзию. Да езжешь. Кажись, поплыл у нас. Блин, правда, виспы успели... Иллюзия. Иллюзия распадается. Блин, сколько гипосов-то, а? Ё-моё. Нова. Где сеточку? Ну, сеточку кидай. Нова очень хорошая. Да, по всем попало. Замедление и небольшой дамаг сплэшем. Блин, мне кажется, да. Мне нужно просто... Кажется, нужно просто разменяться. Телепортный экспант. И все, и все. И до свидания. Ну, лечем атакуй. Нова, отличная сзади опять. Но здесь такое количество уже гипосов. Вы посмотрите. Хорошо. Минус первый гипос. От контроля ли этого? Хиленвард у Лалайта. Тут же убираем. Правда, минус две гули. Минус еще один гипос. 44 мин на 51. Иллюзия все еще была одна. Вытанковала. Давай Койл, Койл. Койл. Отлично. Трехочковый заходит. Фокусит еще одного гипоса. Умирает. К сожалению, финт. Кипер получает четвертый уровень. Соответственно, Сайленс от Рейнджики хорошо заходит. Дестройер. Дестройер Койл. Пытаемся уйти. Два финда у нас все еще здесь живы. Но противника по-прежнему больше 48 на 42. Обсидианка еще одна подходит. Как же отконтроливает счастливый? Он там всю армию просто. И эльфа за одним финдом по это самое заставил гнаться. Кипер пустой. Алхимик не третий. Можно попробовать отбить барак. И после этого допущить экспанд. Ну, плюс 10 лимитов. Все еще у Лалайта. У него все еще работает экспанд. Еще не все потеряно, блин, у него. Давай, сколько... Отчинилось дерево. Отчинилось, блин, дерево. Ненавижу его. Ненавижу. Что-то купил сейчас Лалайет, наверное. Он закопил. Да это понятно, что он мог. Но он боялся, что наубивают сзади, если противник... Он же рядом Лалайет все время был. Ладно, начинается битва. Фокусят Дистра, тут же отконтраливается Дистра. Обсидианка под фокусом. Умирает Обсидианка, к сожалению. Умирает одна... Может, минус козел? Может, минус козел? Нет, там Инвул, там ТП. Ловит еще одного. Обсидианка уходит. Два Феррика. Один в форме, другой тоже в форму. Пришел. Хорошо. Дистроер один отконтраливается. Но здесь есть прикопка у Козла. Финт очень, очень битый. Очень битый Финт. Прикопки, блин, нет, к сожалению. Койл. Койл отлично. Он телепортируется. Он боялся. Он увидел замах. Он испугался, видимо, что прилетит Койл сейчас в него. Срочно, срочно добивать экспанд. Срочно добивать экспанд. Может, даже на Феррика надо было... А, там слишком он жесткий. Нет, там очень... Там 7 виспов на этом экспанде. 45 лимита на 51. Разница постепенно уменьшается. У нас 3, 2, 2. У него 4, почти 3. Ох, 3 Финта здесь. Один подходит, и третий, и пятый делается. ДК пустой. Да, как бы отсюда не пришлось уходить. Новый уже особо не работает. Блин, 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 блин. Не хочет сражаться. Да потому что маны нет. Может, возьмет, купит что-нибудь... Что там, продажи? Что продажи? Что продажи? Продал, и... Ману купил, ману купил. Купил ману. Это дорого. Но, видимо, очень нужно. Иллюзии, и мана, и на креативе, и на бешеном микро. Сейчас Хэппи будет с полной маной, с огромным количеством финдов. Давите эльфом. Ловит первого Феррика. Заставляет остаться здесь эльфа. Надеюсь, он останется здесь навсегда. Новые финды. Фокус по обсидианке. Минус один Феррик. Обсидианка очень битая. Фокусит. Фокусит очень хорошо. Император. Минус один Феррик. Минус второй Феррик. Лечит своего финда. Еще, 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 еще. Финда, финда, финда. Деконтраливает Келли еле. Нет, финд падает, к сожалению. Рейнджерка очень битая. Рейнджерка очень битая. Дистроер не диспейлит энтов. Рейнджерка еле живая. Алло, рейнджерка. Рейнджерка. Что это было? Как так? ДК получает ловелап, тем не менее. Но лимита у эльфа очень много. Огромное количество энтов, тем не менее. Император не сдается. Император хит эндранит. Император не хочет отпускать отсюда эльфа. Хотя у эльфа очень много лимита. 45 лимита на 60. Ёмпэрэсэтэ. Три феррика могут отдаться здесь и сейчас. Полные маны у деки. Полные маны у деки. Аккуратненько ловим снова. Пытаемся... Алхимик очень битый. У него нет маны. ДК у фокусят. Передает инвул деке. Феррики все тут, все. Ну то есть нельзя отсюда просто так отступить. Минус один феррик. Минус второй. Третий четвертого упустил. Давим дальше. 48 лимит на 54. Все эльфийские герои пустые. Кроме, конечно, одного каза... Пытается поймать сейчас еще одним финдомом, еще одного феррика. Диспелит отличным дестройером. Блин, чё эту дарку отдал-то? Ёпрэсэтэ. Половина маны есть еще у деки. Эльф опять, блин, отпился, отъелся. У него все еще есть маны. Почти дюжина ферриков. У нас пять финдов. Выходят новые виспы. Нычка битая, но новая, шикарная. Больше некуда новую. Четвертый лич. Четвертый лич. Есть еще большой бутылек жизни. Давим. 54 на 52. У нас больше лимита. Было 60 на 40. Блин, как это? Как? Я не понимаю. Две базы вроде эльфа работают, а у императора лимит растет быстрее. Ну да, там обкип это понятное дело. База под ударом. Виспы все рядышком. Нужно, наверное, новую кидать в героя или в... Я не знаю в кого. Короче, начинается очередная порция микроконтроля. Финд под фокусом не выживает вообще. Койл не туда. Минус один финд. Второго лечит кое-как. Алхимик под рейджем, под оситкой врывается в новых финдов. Рейнджерка возвращается. Финд очень битый. Надо его спасать. Спасает. Койлом поднимает... Нет, не поднимает. Отводит обсидианки. Пытается фокусить. Сайленс на алхимика. 51 лимит на 56. Все равно все очень плохо. Алхимик. Красный, правда, алхимик. Алхимик инволом ловит Койл. Что? О, боже. Ладно, тем не менее. 51 на 56. Все еще, все еще давит император. Алхимик битый, алхимик битый. Убегает кое-как. Ядрить. Какой валидол, а? Ой, два Феррика штрафуются от императора. О. Давай, давай, дави, дави. Еще один в вертолете. В вертолете, какой вертолетик. Феррик. Мы, кажется... Давай, давай. Не сглазь, не сглазь. Большой бутылек маны. Есть на деке. Он еще один бутылек взял в маркетплейсе. У нее сейчас будет полная мана. Постоянно. Постоянно давит экспанд. ДК почти пятого уровня. Отзонивает Алхимика. Осидочка в... Койл нова в Алхимик. Алхимик убегает, тем не менее. Виспы диспелятся. Феррики не фокусят. Рейнджерка третьего уровня. Алхимика можно не укануть. Ай-яй-яй, нет-нет-нет. Если я нуканешь, то леща можно потерять. Нельзя. Лучше, лучше, спокойнее, спокойнее добить. Фокус по... Фокус по... Короче, доконтраливает диспел. Отличный от прикопки. Койл отличный. 53 на 46. У нас уже больше лимит. У нас лучших героев. Падает, правда, один финт. Но все равно большое количество. Больше теряет, конечно же, Ла Лайт. Вызывает новых энтов. Это фри-экспа просто для двух дестройеров. Один диспел почти точный. Был на троих из двоих. Пытается кайтить. Распределяет дамаг. 44 на 50. Еще Койл в одного дестройера. Пытается хитандранить. Хэпич. Все красное, на самом деле, довольно опасно. Потому что битый вон один... Нет, лечит. Все, Император видит, как обычно падают феррики. Как он расконтраливает финдов шикарно. Не отпускает ферриков. Ловит. Штрафует. 53 лимита на 40 уже преимущество. 13 лимита. И сейчас можно идти снова на экспант. Который битый. Последние виспы выходят из шахты. Но во вторая влетает. Виспы еле живые. Левел ап уже пятый. Лайвел уличает. А точно GG. Убиваем его. Убиваем. 50 лимита. Вот это да. Вот это... Ё-моё. Как это? Как это? Там было 60 лимита где-то на 40 после битвы в центре. Фух. Экспант падает. Виспы диспелятся. Смотрим на Лалайта. Выражение лица. Сглотнул. Отстает. Отстает. В общем, Лалай... Все. GG. GG. Йос. Хорош. Хорош. Прекрасно. Вот это да. Император. Ава Император. Ава Император. Но это еще не все. Надо брать реванш у Фокуса. Не, с этим я играть не буду. Слишком слабый. Несите следующего корейца. Хорошо? Отлично. Пытаются что-то Дмитрий Костин донести до китайцам.